Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Андрей Черкасов дал Юлии Романовой 7 дней, чтобы она подала заявление на развод. В противном случае девушка будет вынуждена покинуть проект. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, что дочь Марина дала ей 2000 рублей на такси, после чего ее начал ругать Роман Капаклы, считая, что девушка дала матери слишком много денег. На такси хватило бы и 1000 рублей. Татьяна Владимировна Рому не оскорбляла, но намек очевиден. Александра Шева едет навестить родных и срочно ищет желающих помочь ей с подарками для доченьки, естественно за рекламу. Лера Хуснудинова пыталась завоевать Валеру Блюменкранца, но он сказал, что у него ничего с ней не будет. Но Лера не расстроилась и сразу вспомнила о своей симпатии к Алексею Безусу, хотя и сказала сначала, что не хочет лезть в отношения Леши и Милены. Лера уверена, что тоже нравится Леше, поэтому Милена ее просто задевает, чувствуя в ней конкурентку. Хуснудинова заявила, что у Безбородовой нет мозгов, а Милена не осталась в долгу. В итоге девушки поругались и чуть не подрались. Заодно досталось и нетрезвому Безусу, которому Милена выплеснула в лицо алкоголь. Сегодня состоялось долгожданное событие в жизни Дмитрия Кварацхелия и Богдана Николенко. Ребята отправились в ЗАГС, где официально расписались и стали законными супругами. Молодожены пригласили близких друзей и родственников для празднования одного из самых важных событий в своей жизни. Стоит отметить, что Богдана и Дима долгое время готовились к свадьбе. Ребята переехали жить в Киев, однако большую часть времени живут не вместе, ведь мужчина зарабатывает деньги для семьи в России. Всю подготовку к свадебной церемонии на себя взяла беременная невеста, которая уже зимой родит на свет мальчика. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Только недавно участники телешоу Дом-2 заселились в общий дом, который был капитально отремонтирован. Несмотря на то, что с момента последнего ремонта в доме прошло не так много времени, организаторы телешоу приняли решение снова поменять спальни. На поляну уже прибыл специалист, который предложил ребятам различные варианты интерьера. Стоит отметить, что все это не просто так, ведь за смену мебели и обивки фирма уже начала получать рекламу в социальных сетях от проекта. Очевидно, что организаторы телешоу Дом-2 пытаются вернуть былые заработки, которые приносило телешоу. Однако рекламодатели подходящие не попадаются, и приходится делать странный ремонт спален в общем доме второй раз за год. Буквально несколько дней назад Павел Уломский рассказал о несметных богатствах своей семьи. Молодой человек является наследником огромного состояния, ведь его родители владеют отелем и большим количеством недвижимости в Ростове-на-Дону. Однако, как и предполагалось, информация о богатствах Уломского является выдумкой. По последним данным, молодой человек вместе с Натальей и Груновой не просто так появились в периметре. У ребят накопилось много долгов и кредитов, а единственное безопасное место, где можно получать неплохие деньги – это Дом-2. Если верить слухам, то Игрунова и Уломский скрываются от серьезных людей, которые выбивают из них долги. Парочка спешно улетела на Сейшелы, чтобы не отдавать деньги и подкопить нужную сумму, а уже по возвращению рассчитаться с кем нужно. Интересная новость с сайта шлок! Ольга Бузова усиленно рыдает из-за потерянной любви и доверия, одновременно интересуясь, а стоит ли снимать второй сезон программы «Замуж за Бузову». В сети появились слухи, что теледива может простить и дать еще один шанс Денису Лебедеву. К такому выводу пришли многие почитатели Ольги, ссылаясь на целый ряд причин решения ведущей Дома-2 простить кавалера. Во-первых, Ольга Бузова не заблокировала Дениса Лебедева на своей странице в социальной сети, где мужчина оставляет комментарии и уверяет, что выпросит прощения. Во-вторых, Денис Лебедев активно раздает интервью и пишет, что вернет расположение телеведущей, опровергая слухи и клевету. В-третьих, Саровар утверждает, что испытывает Коле подлинные и глубокие чувства, тем более, что стал кумиром многих юных поклонниц, которые признаются ему в любви. В-четвертых, Лебедев ссылается на просьбы тех, кто мечтает о примирении пары и желает их видеть вместе не только в телешоу, но и в повседневной жизни. Еще недавно Илья Яббаров готов был всячески помогать своей несостоявшейся супруге и даже больше планировал присутствовать на родах и выписке сына, даже невзирая на то, что в его отношениях с Аленой поставлена жирная точка. Вот только судя по последним эфирам и громким заявлениям самого Яббарова, его планы резко изменились. В одном из недавних эфиров, якобы уставший от конфликтов с семейством Рапунцелей, Илья попросил оставить его в покое. Причем мужчина с легкостью открестился не только от Савкиной, но и от собственного ребенка, посчитав последнего грязью. И вряд ли кого-то удивит, какой шквал негодования заявление горе отца вызвало у окружающих. Но некоторые зрители, как ни странно, готовы поддержать Илью. По мнению последних отцовства саратовского шансонье еще нужно доказать. Ведь далеко не глупая Савкина слишком уж быстро согласилась завести потомство, а потом также быстро открестилась от якобы любимого мужчины. И как знать, не была ли она беременна еще до прихода на шоу? Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!